Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Часть пострадавших и палатка Олейника. Каковы итоги протестов возле Рады и почему ослабили охрану? Коррупция у моря. Детективы НАБУ пришли с обысками к мэру Одессы. Что ищут? Преступление без наказания. Почему перед пьянством за рулем украинская полиция бессильна? Вы так готовы, что вы не поверите? Трамп ошарашил американцев заявлением о войне с КНДР. Что он имел ввиду? Вирус референдума. За что проголосовали две итальянские провинции? И как отреагировал Рим? Шесть пострадавших. Трое силовиков и двое гражданских. Таков итог столкновений возле Верховной Рады за минувшую неделю. На данный момент информации о возможных штурмах и провокациях у силовиков нет. Поэтому количество полицейских сократили. Уже затримали одного человека, который в грунтовом подозрении. Собственно, без призначения. Ему голосовали про подозрение. Еще несколько его сотрудников тоже хотят подозрение. И после их вручения им будут обрати мир сопротивленного захода. 17 октября. В первый день протестов возле Верховной Рады установили палатки. И сегодня появилась информация о том, что якобы одной из них финансирует беглый экс-регионал Владимир Алиник. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Таким образом, по словам Алиника, опять же, он поддерживает протестующих из Черкасской области. Позднее журналисты проверили эту палатку, фото которой он опубликовал, и она оказалась пустой. Одно из требований митингующих у Верховной Рады – это создание в Украине антикоррупционного суда. Но внести в парламент новый законопроект можно будет лишь после того, как депутаты примут решение снять с повестки дня два ранее зарегистрированных документа. Так как по закону сами авторы отозвать их не могут. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Порубий. Соответственно, рассмотрение этого вопроса откладывается до следующего пленарного заседания, а именно на две недели. Игра в монополию «Нафтогаз Украины» попал в поле зрения антимонопольного комитета. Глава АМКУ Юрий Терентьев в интервью РБК «Украина» заявил о том, что для этой компании на рынке искусственно создают преференции. Только «Нафтогаз» поставляет газ для населения и теплокоммунэнерго, что влечет за собой отсутствие конкуренции на рынке и невозможность снижения расценок, заявил он. А вот в Кабмине подсчитали, во сколько обходится украинцам содержание «Нафтогаза». 1,8 млрд гривен в год. Такую сумму назвал вице-премьер Владимир Кистион. Напомню, топ-менеджер «Нафтогаза» уже не раз становились фигурантами громких скандалов за своих сверхзарплат и расходов. Так за что же и кому конкретно платят украинцы? Давайте посмотрим. Элитные автомобили, шикарная недвижимость и миллионные зарплаты. Все за счет украинцев. В то время как почти 7 млн семей претендуют на субсидии, в том числе из-за дорогого газа, в «Нафтогазе» хвастаются сверхприбылями. 26 млрд гривен за прошлый год. Весной вокруг «Нафтогаза» разгорелся крупный скандал. Выяснилось, что топ-менеджеры компании увеличили себе зарплаты в 13 раз. В среднем каждый из руководителей «Нака» заработал за прошлый год по 8 млн гривен. А вот годовая зарплата главы «Нафтогаза» Андрея Коболева составила целых 20 млн гривен. А вот и дом главного газового менеджера страны. В элитном поселке на Киевском море. 300 квадратов цена – 1 млн долларов. Когда газ для украинцев в прошлом году подорожал в три раза, глава «Нафтогаза» решил приобрести и бронированный «Мерседес» за 5 млн гривен. Ездить на работу. Правда, когда об этом узнали журналисты, от покупки отказался. Бронированное авто Коболеву все же досталось. Этой осенью «Нафтогаз» купил 43 машины, в том числе 6 элитных внедорожников «Джиэмси Юкан», один из которых бронированный. За пополнение автопарка заплатили 40 млн. С не меньшим шиком топ-менеджеры компании проводят и время за границей. Так только за аренду комнаты для переговоров во время судебного процесса против «Газпрома» в стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» заплатил 4 млн гривен. За эти и другие растраты руководству «Нафтогаза» возможно вскоре придется отчитываться уже не перед журналистами, а перед правоохранителями. Еще в августе генпрокуратура открыла против топ-менеджмента компании уголовное дело за злоупотребление служебным положением. Почти 58% украинцев поддерживают идею вне очередных парламентских выборов. Таковы результаты опроса Центра социсследований «София», который был проведен в октябре этого года. И если бы выборы в парламент проходили на момент опроса, то голоса распределились бы следующим образом. «Батькивщина» – 12,3%, «Оппозиционный блок» – 10,9%, «БПП «Солидарность» – 9,1% и «Самопомощь» – 5,8%. Люди ждут досрочных выборов. Люди хотят выборов, а не катастроф. Люди и правда не хотят революции, хотят перемен. Но желательно, чтобы эти перемены были в результате хоть какого-то примитивного, но политического компромисса, политического решения и прошли по правилам. Это реинтеграция уже теперь страны, а не Донбасса. Реинтеграция страны. Нам нужно восстанавливать единство теперь в самом широком смысле. В социальном, этническом, потому что языком взорвали все мишины. Региональном, потому что, как оказывается, нам даже в некоторых случаях с границами нужно разбираться. И перезагрузка государства. Ревизии пенсионного фонда требует народный депутат, лидер Социалистической партии Украины Сергей Каплин. Соответствующий проект постановления депутат подал в Верховную Раду. Аудит, по его мнению, должен охватить период с 2012 по нынешний год. Каплин настораживает огромный дефицит пенсионного фонда, который, по его словам, равен 145 миллиардам гривен. Проверку, по мнению политика, должны проводить счетная палата вместе с международными организациями, которые способны осуществить независимое расследование. Я зарегистрировал от имени Социалистической партии Украины как глава Социалистической партии Украины и представитель профспілок Верховной Рады Украины законный проект, проект постановки про начаток глобальной, всеосяжной, полной, детальной проверки работы пенсионного фонда всех предприятий системы социального захиста на предмет эффективности деятельности, и главное, чтобы дать ответ на вопросы, куда деваются миллиарды и миллиарды коштейн. Похитительница младенца в Киеве будет ждать своего переговора дома. А Балаунский райсуд столицы избрал для нее меру пресечения, максимальную возможную для данного преступления. Что заставило 20-летнюю Даяну Шаль украсть ребенка? И что и теперь грозит? За ходом судебного расследования наблюдает Елена Зорина. Эта история поставила на уши не только Киев. 20-летняя безработная Даяна Шаль прямо возле детского сада похищает полуторамесячную Викторию, пока ее папа забирает старшего ребенка. Похитительницу искали многие полиции, обыкновенные жители. Ее фото гуляло в соцсетях. Меньше чем за сутки малышку, девушку и ее сожителя находят в 25 километрах от Киева. Прокуратура требует для похитительницы круглосуточный домашний арест. Адвокат просит наказание смягчить. Мол, девушке нужно на жизнь зарабатывать. Те риски, которые предвидены в статье 177 Киева Украины, они прокурорами доведены. При наятости целодобного домашнего ареста она не сможет самостоятельно себя забезпечивать. Данная особа ежедневная, она может працювать, у нее есть такие желания. Поэтому я прошу зауважить на это и обратить за подбежный захід в выгляде домашнего ареста в вечном поле. О мотивах ни слова, мол, адвокатская тайна сама, Ада Янашаль в суде тоже предпочитает отмалчиваться. Мол, а садея нам сожалеет, но почему пошла на похищение, пояснять не хочет. Ни журналистам, ни судье. Ранее она утверждала, что похищение не планировала. Решилась на преступление, потому что якобы услышала от отца малышки, что она ему не нужна и хотела вернуть ребенка в полицию. У правоохранителей есть другая версия. Даяна не так давно потеряла своего ребенка. Оттого и решилась украсть чужого. Сожитель об этом якобы ничего не знал. Похищенного ребенка принял за своего. Сегодня парня отпустили. А вот Даяну ждут экспертизы. Судья внимает аргументом прокуратуры. В итоге Даяна Шаль два месяца проведет дома с электронным браслетом. Если вину девушки докажут, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Елена Зурина, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. На орде продикал Андрей Лазовой утверждает, что на него напали во Львовской области. Но местные жители утверждают обратное. По их словам, именно народный избранник вместе с коллегами устроил поножовщину в одном из сел. Что же произошло на самом деле, выясняла Галина Якушко. Все произошло возле народного дома в селе Хащеване. Народный депутат-радикал Андрей Лазовой вместе с командой приехал агитировать местных жителей, голосовать за партию на выборах в местную территориальную общину. Как рассказывают селяне, по дороге депутат увидел собаку, породы французский бульдог. Усадил ее в свой внедорожник и увез в неизвестном направлении. Пропажу собаки сразу обнаружили хозяева, пара пожилых людей. Чтобы вернуть домашнего любимца, они обратились к участнику АТО, Владимиру Луцику. Тот отследил внедорожник-радикала и попросил вернуть собаку. Завязалась потасовка. Сейчас Владимир в Сколевской районной больнице. У него ссадины и ушибы. Завтра его перевезут во Львов. Сделают МРТ и поставят точный диагноз. У меня очень голова болит. Я втрачал в своем доме. Меня тошнит. Ну и поморочится в очах. И спина болит тьма. Как объяснил народный депутат жителям села, собаку забрал, потому что решил, что за ней плохо ухаживают. А на своей страничке в фейсбук Лазовой написал, что напали именно на него. Своих обидчиков назвал участниками лесной мафии. Но вот в местном отделении полиции нам рассказали, никто депутата не бил. Было установлено, что как такого побития народного депутата не было. Был просто словесный конфликт между громадянами и депутатами. Те заявки от Луцика про то, что ему за причину не выдавали телесную шкодину. Сегодня Лазовой продолжил агитационный тур по селам Сколевского района. Причем Нардеп радикал продолжает спекулировать на теме своего избиения. Галина Якушки, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львовская область. Громкие обыски в Одессе. Национальное антикоррупционное бюро наведалось сегодня в городской совет и непосредственно к мэру города Геннадию Труханову. По какому поводу приходили детективы и что нашли, выяснял Андрей Анастасов. Обыски в Одесской мэрии провели около 10 утра. Самого Геннадия Труханова в здании не было. Традиционное по понедельникам аппаратное совещание проводил его заместитель. Известно, что детективы НАБУ побывали в кабинете городского головы, наведались и вот в этот жилой комплекс на улице Генуэзской. По нашей информации обыски прошли в помещении, где подразумевается, что проживает Геннадий Труханов. А также по неподтвержденной информации обыски могут проводиться или проводиться по месту проживания матери Геннадия Труханова, на которой оформлена часть имущества. Следственные действия проводили также в соседнем здании. Здесь находится офис фирмы, которая специализируется на дорожных работах местных властей. Сотрудники НАБУ периодически заходили, выходили, выносили какие-то документы и ничего не комментировали. Местные СМИ сообщили, что детективы якобы вынесли два опечатанных пакета. Скажите, это связано с Геннадием Трухановым? Не знаем, не знаем. Не заважайте, будь ласка. Позже появилась официальная информация. По данным НАБУ, обыски связаны с расследованием возможных фактов коррупции среди одесских чиновников в рамках двух уголовных производств. Первое касается присвоения бюджетных денег путем завышения стоимости ремонта дорог и перечисления средств на счета офшорных компаний. Во втором случае речь о международном аэропорте Одесса, точнее передаче имущества коммунального предприятия в уставной капитал одноименной коммерческой структуры. В наследок чего громада втратила властность этого объекта и заснала сбыточки в размере 100 миллионов гривен. Удалось ли детективам найти то, что искали, неизвестно. В ведомстве ссылаются на тайну следствия. Информации про то, что сегодня поведомляли кому-то про подозрение, который получил такую информацию, нет. В самой Одесской мэрии комментировать обыски отказались. Андрей Анастасов, Инна Томина, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Искусство вещь затратная, особенно в Ивано-Франковске. Местный департамент культуры решил спустить больше миллиона гривен на праздничный банкет и автомобиль. Кого здесь собираются возить и что отмечают, узнаем от Жанны Дочак. Департамент культуры Ивано-Франковского гурсовета. В этом году здесь решили отойти от традиционной программы и отметить свой профессиональный праздник с особым размахом. Кроме цветов, грамот и поздравлений, 9 ноября хотят организовать еще и грандиозный бал. Працовники культуры, это же обычные люди, это же те сами библиотекарь, есть прибиральницы в закладах культуры, которые каждый день не имеют возможности где-то пойти отводить тот или иной захват. И именно для таких людей мы организуем этот бал. Художественное оформление зала, фуршет на 180 человек и экскурсия в Трусковец. Статьи расходов вылились в немалую сумму. По скромным подсчетам, этот праздник обойдется городской казне в почти 90 тысяч гривен. А еще в этом месяце чиновники запланировали покупку нового автомобиля. Уверяют, машина им крайне нужна для работы. У нас в зале нет никакой транспортной даницы, которую бы могли, даже те же коллективы. У нас есть близко 100 коллективов и детских, и взрослых по всех закладах культуры. И проблемы с перевозкой, с организацией концертов. В департаменте уже объявили тендер. И даже выбрали, какую именно машину хотят. Приглянулся чиновникам вот этот Citroen 2017 года выпуска за миллион гривен. Автоматическая коробка передач, проекционный цветной дисплей, адаптивный круиз-контроль и девятиместный салон. Но вот пригодна ли машина для перевозки творческих коллективов? Мы решили проверить и поехали в ближайший народный дом, в селе Микитинцы. Здесь множество кружков и хоров в составе каждого не меньше 10 человек. Это иномарка для преуспевающего бизнесмена, а не для госучреждений, уверяют автолюбители. На авторынке есть множество других моделей с параметрами не хуже, но намного дешевле. Наше украинское производительство есть сейчас «Газель». Называется, если я помню, «Рута» новая. Количество мест – 22 сидячих. Хороший автомобиль уже я себе зарекомендовал годами в Украине. Тем более, что там есть, ну, по-перше, где и пассажирам и сести, и есть определенная количество мест, введенных для стоячих мест, то я считаю, что это такие самые оптимальные варианты для, ну, таких держоснов. Дорогие иномарки в Ивано-Франковске любят не только в Департаменте культуры, но и в облсовете. В августе там приобрели кроссовер «Тойота Хайлендер» 2017 года выпуска за 1 миллион 117 тысяч гривен. Госаудит уже признал покупку незаконной из-за нарушений процедуры торгов. Анастасия Старовой, Джанна Дучак, Михаил Ребристый, телеканал «Интер», Ивано-Франковск. Минометы и противотанковые громадометы, запрещенные минскими договоренностями, боевики сегодня использовали против украинских военных в Широкино и Водяном. Днем наемники обстреляли наши позиции из гранатометов, а ближе к вечеру ввели огонь из стрелкового оружия по укреплениям армейцев в Марьинке. Украинские военные, как сообщают в штабе АТО, подавили огонь противника. Ранение получил один боец. Российское ФСБ заявляет о задержании украинца, который якобы устроил перестрелку на границе. По данным российских спецслужб, инцидент произошел в Курской области. Они утверждают, что при попытке задержания мужчина начал отстреливаться и получил ранение. Впрочем, в Государственной пограничной службе Украины эту информацию пока не подтверждают. Скандальный замначальника управления защиты экономики в Ривненской области восстановлен благополучающим на работе. Такое решение принял Волынский окружной админсуд. Напомню, Александр Волошин скрывался от аттестации на больничном и якобы находился в стационаре, но там журналисты его не нашли. Чиновника уволили. Через несколько дней патрульные задержали его за драку. Волошин тогда был пьяный уже в отделении. Он не стеснялся в выражениях, оскорбляя полицейских. Тем не менее, суд восстановил его в должности. Более того, он обязал выплатить компенсацию 127 тысяч гривен. Бывший прокурор устроил пьяное ДТП в Харькове. На выезде на окружную дорогу БМВ Максима Марченко врезалась в Славуту. Водитель и пассажир Славуты находятся сейчас в коме. По информации активистов, Марченко был за рулем под градусом. С места преступления его забрали неизвестные, которые приехали за ним на Мерседесе. В полиции открыли уголовное производство, но где сейчас виновник аварии, они не знают. В прокуратуре поспешили заявить, что Максим Марченко уволился из органов 6 лет назад. И там же в Харькове, напомню, совсем недавно произошло кровавое ДТП. Вечером 18 октября автомобиль Лексус на большой скорости ударил выезжавший на перекресток Фольксваген и вылетел на тротуар, сбил людей. 5 человек погибли на месте. Шестеро с тяжелыми травмами были госпитализированы. Два человека, в том числе беременная женщина, находятся сейчас в коме. Следователи реконструировали момент аварии на улице Сумской. Во время эксперимента полиция выясняла, как двигались автомобили. Правда, ни один из водителей участников этого ДТП участие в эксперименте не принимал. Все детали узнаем от Светланы Шекеры. Шесть человек, которые получили тяжелые травмы в аварии на Сумской, до сих пор в больницах. В пятницу пришла в себя Оксана Евтеева. В самом тяжелом состоянии ее сестра Диана. Она до сих пор в коме. В медикаментозном сне и беременная женщина с травмой головы. Чтобы сохранить ребенка, врачи по четыре раза в сутки собираются на консилиумы. Дитина на данный час жива. Водоповедает термину, ее стан здоровья, вагитности. И на данный час угрозы щодо передчасных полугов нема. И если мы выведем с медикаментозного сна, то возможен и такой вариант передчасных полугов. В субботу на месте трагедии провели следственный эксперимент. Подозреваемой Елены Зайцевой во время следственного эксперимента не было. С правоохранителями девушка не сотрудничает и показаний не дает. Зато ее семья в интернете разместила вот такое аудиообращение. Автомобиль у Вольксвагена ударил машину, которая находилась в нашей дочве. Сильного удара машину отбросила на людей на перекрестке. Такими словами, нужно передать это тоже не скорбь подогибшим, подкрадавшим. Мы на коленях просим прощения за дочь. В полиции говорят, к расследованию резонансного ДТП подключили 14 следователей. Ждут результатов экспертизы. Будут изучать и действия водителя Вольксвагена Геннадия Дронова, пока он в статусе свидетеля. Сразу же после такого заявления полиции водитель Вольксвагена лег в больницу. Его адвокат говорит, дали о себе знать травмы, полученные в ДТП. И подчеркивает, его подзащитный ехал на зеленый и правил не нарушал. Перед начатом выезда на перекрестке он, конечно, смотрел по сторонам, есть какие-то перешкоды или какой-то другой автомобиль. На перекрестке машин не было, поэтому он начал двигаться. В больнице у палаты водителя Вольксвагена дежурит полиция. Адвокат Геннадия Дронова говорит, будет просить провести еще один следственный эксперимент с участием его подзащитного. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. В патрульной полиции сознаются, что с неадекватными водителями поделать ничего не могут. Очередной случай в Днепре. Подполковник в отставке сел пьяным за руль. Был остановлен и отпущен. И нет никаких гарантий, что в суде его хотя бы лишат прав. Почему так, разбиралась Елена Виндалюк. Неуверенная походка, нечеткая речь и запах алкоголя. В таком состоянии этот мужчина на видео находился за рулем. Патрульные рассказывают, машина двигалась очень странно, поэтому ее и остановили. За рулем оказался мужчина в форме с наградами на груди. На видео заметно, он едва стоит на ногах. Что употреблял спиртное, категорически отрицает. Как выяснилось, водитель подполковник госслужбы по чрезвычайным ситуациям в отставке. Он не является сотрудником нашей государственной службы с надзвычайных ситуаций. Он работал в Новомосковском районе в цивильном защите при администрации. И та форма, в которой он находится на фото, она не наша форма неодяг. Это форма неодяг переднего козацкого рода войск. За вождение в нетрезвом состоянии подполковник получил лишь протокол об административном нарушении. У него отобрали права, но ненадолго до суда. Грех позбавления водительского посвящения и 10,5 тысяч гривен административное стягнение. Но это уже суд вырешит. Наш суд может удивить чем-нибудь, скажет, что он уже булочек с маком не елся. Полиции рассказывают, за неделю патрульные останавливают до сотни водителей в нетрезвом состоянии. Но задержать их не позволяет закон максимум, что могут отобрать права и эвакуировать машину на штрафплощадку. Елена Мандрюк, Евгений Ковенцов, подробности, телеканал Интер, Днепр. В Херсоне сегодня с утра было парализовано движение общественного транспорта. Маршруточники объявили там забастовку на акцию, вышли после того, как тариф на проезд снизился с 5 гривен до 3. Такое решение местные депутаты приняли в минувшую пятницу. Ближе к обеду перевозки все же возобновились. За проезд с пассажиров брали как и раньше по 5 гривен. Такой цена останется до четверга. До этого дня перевозчики и местная власть договорились взять паузу, поскольку решение сессии мэр еще не подписал. Но водители категоричны. Если тариф снизят, выходить на маршрут они не собираются. А депутаты гурсовета требуют предоставить им экономические расчеты. Почему билет должен стоить именно 5 гривен? Не будем работать по 3 гривену. Это невозможно. Это экономически невозможно. Не потому, что мы плохие. Это просто невозможно. Если мэр подпишет это убийственное решение для городского транспорта, значит мы остановимся. Согласно закону про транспорт, гривенники не имеют права на страйк. Поэтому сегодня актовались. Завтра будут им выписаны приписы. Часовно, або они с сегодняшнего дня отновляют работу и далее не допускают таких порушений. Або с ними будут расторгаться договоры. Мужчину, напавшего на людей с ножом в центре Мюнхена, отправили в психлечебницу. В субботу он ранил в центре города восьмерых прохожих. Злоумышленника задержали через несколько часов. Им оказался 33-летний местный житель. Во время допроса он давал путанные показания, поэтому суд решил его госпитализировать. США впервые за 26 лет готовятся привести в боевую готовность стратегические бомбардировщики Б-52. По данным американских СМИ это решение связано с общей геополитической ситуацией в мире. Указ о приведении в боеготовность самолетов еще не поступил, но подготовка уже ведется. Б-52 находится на вооружении американской армии с 1955 года. Эти самолеты способны нести ядерные боеголовки. Так готовы, что даже не верятся. На фоне новостей о бомбардировщиках Дональд Трамп заговорил о войне с Северной Кореей. Его интервью сейчас на устах у всей Америки, ведь еще совсем недавно речь шла о переговорах. 39-й президент США Джимми Картера даже готов был ехать в Пхеньян. И вот оказалось, что в услугах миротворцев Белый дом не нуждается. Дмитрий Анопченко расскажет нам все детали. Чего только не наговорил Дональд Трамп о Северной Корее за эти месяцы, но его воскресное интервью Fox News все рекорды побило. Фразу по поводу силового варианта «Мы так готовы, что вы не поверите» сегодня вся Америка цитирует. «Мы готовы ко всему. Мы так готовы, что вы не поверите. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, если надо будет». При этом Трамп еще раз, куда уж откровеннее, намекнул «надо будет, так и войну объявит». «Будет ли хорошо не делать этого?» «Да». «Случится ли это?» «Кто знает». Предполагалось, видимо, что эти слова приструнят Пхеньян, но они больше саму Америку напугали. «Дело в том, что в американской политике долгие годы было принято. Первые лица страны или в своих выступлениях старательно воздерживались от упоминания крайнего варианта, или в обращении к нации уже объявляли о начале военной операции или боевых действий. Всегда было так или-или. Ведь для сверхдержавы нет ничего хуже, чем, как сейчас, угрожать войной, но ничего не делать». Понимая это, свое слово решила сказать разведка. Глава ЦРУ Майкл Помпео, который до этого старательно избегал комментариев, выступая на форуме в защиту демократии, признался, если Ким Чен Ын неожиданно умрет или исчезнет, не надо обращаться в ЦРУ за разъяснениями. И эта черная метка стала сюрпризом для всех. Ведь спецслужбы, в отличие от политиков, не привыкли разбрасываться словами. Дело в том, что в докладе, который ЦРУ сейчас предоставила в Белый дом, содержится очень серьезное предупреждение. Мол, у КНДР появляется все больше возможностей нанести удар по территории Соединенных Штатов и именно сейчас момент, когда это можно и нужно предотвратить. А значит, как бы не смеялись над нелепыми формулировками в интервью Трампа, за ними могут стоять очень серьезные намерения. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Разброт и шатание в Европе. После Каталонии референдумы провели сразу два итальянских региона Венетте и Ломбардия. О независимости не просят, пока лишь хотят больше полномочий. Каковы результаты этого голосования и что говорят по этому поводу в Риме? Узнаем от Елены Абрамович. Пункта о независимости в бюллетенях не было. Венеция и Ломбардия предложили гражданам проголосовать за расширение автономии. В первую очередь финансовой. Это два богатейших региона в Италии. Они дают треть ВВП страны. Губернатор Венеции хочет, чтобы в регионе оставалось 90% налогов. Президент Ломбардии еще думает. Пообещал изложить Риму свои предложения в течение двух недель. Я хочу поблагодарить три миллиона жителей, которые пошли голосовать. Согласно нашим подсчетам, более 95 голосов это за, около трех против, а остальные воздержались. Такие же результаты и в Венеции. Там за расширение автономии высказались 98% избирателей. Эти референдумы носят консультационный характер. Но Рим уже высказал готовность учесть мнение регионов и начать переговоры. Такая реакция итальянской власти полностью противоположна действиям Испании. Мадрид в свете референдума за независимость Каталонии решил устранить главу каталонского правительства и его кабинет. Синап должен проголосовать за это решение в пятницу. Эти должности существуют благодаря Конституции. И именно благодаря применению законов этой Конституции эти люди больше не будут руководителями генералитета. Они могут жить в какой-то иной реальности, но политическая и правовая реальность заключается в том, что они будут устранены. В свете таких заявлений Мадрида в Барселоне прошли демонстрации в поддержку главы каталонского правительства Карлоса Почдемона. Несколько сотен людей также вышли на митинг в Мадриде поддержать Каталонию. Почдемон назвал действия испанских властей атакой на демократию созвал парламент. Каталония родина древней европейской нации. Она является базой для европейских ценностей. Мы это делаем потому, что верим в демократическую и мирную Европу. Европа хартии фундаментальных прав должна защищать каждого из нас. Вы должны знать, что вы сражаетесь за свой дом. Мы сражаемся за Каталонию и мы будем продолжать это делать. Брюссель на эти призывы не реагирует. Еврокомиссия повторяет, что это внутренние дела Испании. В то же время каталонский министр иностранных дел заверяет, что поддерживает контакты с послами всех стран Евросоюза. Впрочем, когда журналисты попытались узнать у послов, о чем же с ними договариваются каталонцы, все как один заверили. Никто ни с кем даже не встречался и об этом не может быть и речи. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности Европейское бюро телеканала Интер. Громкий процесс и строгий вердикт. В Германии за отрицание Холокоста приговорили к тюремному сроку 88-летнюю женщину. Причем, привлекают ее по этой статье не в первый раз. Сколько дали подсудимой и придется ли ей сидеть за решеткой, узнаем от Татьяны Лагуновой. Тюремный срок за отрицание Холокоста суд Берлина приговорил к шестим месяцам заключения публицистку Урсулу Хаффербек. Ее признали виновной в разжигании межнациональной розни. Урсуле Хаффербек 88 на скамье подсудимых она сидела уже не раз. За последние несколько лет различные суды Германии приговаривали ее к штрафам и тюремным заключениям. За отрицание преступлений нацистского режима в общем и Холокоста в частности. Поводом для нынешнего приговора стала речь Хаффербек на одном из мероприятий в Берлине. Выступая перед ультраправыми активистами, она заявила «Холокост это миф, в нацистских концлагерях не было газовых камер и массовых убийств». На суде женщина пыталась оправдаться, дескать, это не ее личное мнение, она просто цитировала отрывок из книги. Но судьи пересмотрели видеозапись мероприятия и убедились в обратном. Несмотря на то, что к тюремному заключению Хаффербек приговаривали уже не раз, за решеткой она пока что не сидела, поскольку постоянно обжаловала вердикты в судах высшей инстанции и затягивала процесс. Апелляцию подала и в этот раз представители Фемиды пообещали рассмотреть ее в кратчайшие сроки, чтобы Хаффербек все-таки понесла наказание. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Как пес Эммануэля Макрона нарушил этикет, в чем секрет счастья по версии Эйнштейна и особенности тайского футбола, как играть не нужно. Об этом не только в нашем обзоре. Пес Эммануэля Макрона справил нужду в Елисейском дворце. Прямо во время переговоров президента Франции Макрон как раз беседовал с госсекретарем по вопросам экологии и социального развития. Политики услышали характерный звук, а потом и увидели, что происходит. Все посмеялись, а Макрон сказал, что это чиновники спровоцировали у собаки недипломатичное поведение. Немо взяли из приюта летом. Он живет в президентской резиденции часто присутствует на важных переговорах, встречает почетных гостей. Парад скелетов в Мексике. Тысячи людей устроили шествие в честь Дня мертвых. Праздник посвящен памяти умерших. Его отмечают в странах Центральной Америки. Участники традиционно разрисовывали лица и надели пестрые наряды. Мексиканцы верят, что в этот день души родственников, ушедших в мир иной, возвращаются в родной дом. Традицию отмечать День Мертвых основали индейцы майя и ацтеки. Они приносили дары богам и сооружали пирамиды из черепов. Записку Альберта Эйнштейна, в которой он раскрыл секрет счастья, выставили на торги. Ученый сделал запись в 1922 году в Японии. Посыльный передал Эйнштейну сообщение о присуждении ему Нобелевской премии. Физик не хотел отпускать мужчину без чаевых, но так как они в Японии не приняты, решил раскрыть ему секрет счастья. В итоге на клочке бумаги начертал два предложения. Тихая и скромная жизнь приносит больше радости, чем стремление к успеху, связанное с постоянными волнениями. И где есть воля, там есть и путь. А вот в Гонконге показали другой лот, который в ноябре уйдет с молотка на торгах в Женеве. Это самый крупный в мире менее 30 миллионов долларов. Весит драгоценность 37 карат. Самородок нашли два года назад. Ювелиры изучали его больше года и только после этого передали мастеру огранки. Розовых бриллиантов в мире очень мало. Только две сотых процента всех алмазов на планете имеют такой цвет. Хитрый гол в тайском футболе. Команды Бангкока и Антхонга в основное время сыграли в ничью и начали бить пенальти. Во время решающего удара мяч попал в перекладину. Вратарь побежал праздновать победу своей команды. Но как оказалось преждевременно мяч упал, отскочил от газона и очутился в сетке. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, легкой недели и до встречи завтра.